Приветствую вас, друзья, на канале о скетчинге StartJoin. Меня зовут Стас. В этом таймлапс-уроке по городскому скетчингу я рисую московскую гостиницу Метрополь и рассказываю о своей технике скетчинга. При работе над этим скетчем я использую маскирующую жидкость, так что скажу несколько слов об этом материале. Перед самим процессом рисования этого внушительного по размеру здания я некоторое время потратил на поиск оптимальной локации, чтобы устроиться более или менее удобно. В итоге я нашел отличное место под деревом с видом на западный фасад и театральный проезд. Начал скетч я с карандашного наброска. Обычно я делаю легкий набросок, если здание достаточно сложное по деталировке и есть много объектов на переднем плане и, как правило, это автомобили. Центр моей композиции это левая угловая часть здания, поэтому на листе я расположил ее практически по центру. Слева от нее на листе есть место свободное. Это примерно треть моего листа. Это место нужно было оставить, чтобы мое здание, мое главное здание, говоря условно, не задыхалось на листе. Другими словами, должен быть баланс массы и пустоты, где масса это главный объект, а пустота это окружение или городской антураж. Пришло время рисовать контур, друзья. Это почти всегда самая интересная часть процесса скетчинга для меня, потому что все время приходится сравнивать то, что собираешься нарисовать, с тем, что уже нарисовано. Стоит лишь сделать первую линию. Здание здорово уходит в перспективу, поэтому я начал контур с левой стороны, то есть с края. Несмотря на то, что у меня уже есть карандашный набросок, я все равно длинных линий не делаю, то есть я не рисую линии на всю длину фасада, а работаю фрагментами, небольшими такими отрезками. Это мне позволяет контролировать угол наклона горизонтальных линий. А вот оконные проемы я закрашиваю, все как обычно. И башенки на фасаде я рисую очень-очень упрощенно, можно сказать, силуэтно, вот конкретно в этом скетче. Когда контур главного здания в основном готов, я уже могу заняться автомобилями и дальним планом. Так как я рисую дальний план, то есть то, что окружает мое здание той же толщиной линии, то есть тем же линером и той же ручкой и того же цвета, чтобы создать ощущение глубины пространства скетча, я делаю уже меньше деталей, рисую без деталировки. То есть более упрощенно. Но оконные проемы все так же закрашиваю. Итак, контур почти готов. Кстати, это один из самых долгих моих скетчей, друзья мои. Я должен вам сказать, что больше, даже не помню, когда я рисовал что-то, что заняло у меня больше времени, чем этот скетч. Еще здесь добавлю, что, чтобы больше привлечь внимание к главному зданию, я добавил падающие тени под автомобилями. Я имею в виду в контуре. Обычно делаю это только в цвете. Здесь решил сделать в контуре. Итак, друзья, в этот раз получилась очень долгая часть видеосюжета про рисование в контуре. Поэтому, пока я в видео рисую контур, я вам расскажу немножко о карандашной наброске. Так вот, основная задача карандашной наброски при рисовании с натуры, именно с натуры, это определить местоположение и крупность основных объемов. Причем, когда у вас картинка перед глазами динамичная, то есть, какие-то автомобили подъезжают, какие-то уезжают, соответственно, у вас то фрагменты фасада открываются, то закрываются. Тем более, те автомобили могут выстроиться в ряд, где что-то ближе к зданию, вот как у меня здесь, что-то дальше от здания. В таких случаях без карандашного наброска обойтись достаточно трудно. Вот я, к примеру, когда начинаю рисовать, я рисую все, как и есть. Если приезжают какие-то автомобили, я их прямо дорисовываю. Если они приехали уже после того, как я доделал этот этап карандаша, ну тогда я их уже не добавлю. Кстати, друзья, о процессе закрашивания, прокрашивания, заштриховывания, оконных, дверных проемов, витрин и так далее. Совершенно не обязательно делать это то же самое ручкой. Во-первых, это дольше. Во-вторых, часть гелевой ручки смывается при смачивании листа бумаги водой. Поэтому лучше это делать маркером. Я это заметил достаточно давно, но что-то в последнее время все время ленюсь положить в свой набор маркер. Поэтому рекомендую делать это маркером, спиртовым маркером, соответственно. Он не будет размываться водой. И в следующий раз я тоже, наверное, так буду делать. Теперь, друзья, об использовании маскирующей жидкости. Я покрываю ей самые светлые фрагменты здания. Конкретно в этом здании это башенки, барельефная часть четвертого этажа, ограждение балкона второго этажа и навесы над летней площадкой. Помимо зданий непосредственно, я использую в своей манере скетчинга еще маски для фигур людей, авто, столбов, дорожной разметки. В общем, в городском скетчинге это очень-очень, друзья, полезная вещь. Теперь главное дать несколько минут этой жидкости подсохнуть. Всего лишь несколько минут. Наконец-то, друзья, настало время работать в цвете. При рисовании в жаркое время сперва лучше намешать первые цвета, которые вам нужны в рисунке, а потом смачивать бумагу. Иначе красивых растеканий вот этого мокрым по мокрому может просто не получиться, так как бумага высохнет, просто высохнет за это время. И в этот раз у меня получилось вот именно так. На момент этого этапа рисования освещение уже здорово поменялось, и здание малого театра, то, что слева от отеля, уже стало по тону темнее. Но мне это было только на руку, потому что появился красивый контраст, и главное здание стало светлее фона. При рисовании первого слоя обоих зданий в замесы я добавлял как теплые оттенки, так и холодные, чтобы создать больше динамики в скетчах. Это хорошо заметно с зелеными участками первый этаж у метрополя и второй и третий этажи у малого театра. Для асфальта, друзья, никакой серой или черной краски, только намешивание из основных цветов желтый, синий, красный. Из этих трех намешиваются красивые серые, такие вот сложные красивые оттенки. После высыхания базового слоя я приступил к теневым участкам, к темным участкам декора фасада также. После удаления масок они очень легко удаляются, стираются при помощи стерки обыкновенной. Я чуть дорисовал барельеф и ограждение балкона. Полоску кровли под куполом справа я оставил белой, ничего с ней вообще не делал. А башенки, каждую башенку с левой стороны закрасил, немножко так подтемнил, так как это все-таки у них правая теневая сторона. И финал, практически наш скетч готов. Финальные штрихи в этом скетче, друзья, это решетка ограждения четвертого этажа, рекламные надписи белогелевой ручкой и столбы с тросиками, с тросами, да, там не цепь, а там тросы. Эти столбы ограждают парковочную зону на переднем плане. На этом все, друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Кстати, друзья, для желающих улучшить технику скетчинга у меня есть два онлайн-курса по городскому скетчингу. Курс маркерами, называется Города Европы, и курс акварелью, он называется Города и люди. Ссылки на эти курсы в описании. И присоединяйтесь, друзья, будет интересно. Теперь все, до следующего видео, друзья. Пока.